Белки Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о белках. Основа жизни – белок. Большинство биологических организмов на Земле, включая человека, – белковые структуры. Белки – это вещества, без которых в организме корректный ход многих процессов невозможен. Разберёмся, что такое белки, чем они полезны, какие продукты ими богаты и как нужно употреблять белки в пожилом возрасте. Значение белка для человека. Роль, которую протеины играют в живых организмах, настолько велика, что рассмотреть каждую функцию практически невозможно. Однако мы кратко осветим важнейшие из них. Защитное Белки ограждают организм от пагубного влияния вирусов, токсинов, бактерий, запуская механизм синтеза антител. При взаимодействии защитных белков с чужеродными веществами происходит нейтрализация биологического действия патогенов. Помимо этого, белки в случае повреждения телесных покровов защищают организм от кровопотерь. Транспортное Главным переносчиком кислорода является гемоглобин, белок крови. Питательная функция Так называемые резервные протеины, казеин-альбумин, это источники питания для формирования роста плода в утробе матери. Гормональная функция Большинство гормонов в организме человека Адреналин, тироксин, глюкогон, инсулин и остальные являются белками. Строительная функция Кератин Основной структурный компонент волос Коллаген соединительной ткани Эластин стенок сосудов Двигательная функция Актин и миозин участвуют в расслаблении и сокращении мышечных тканей. Сигнальная Данную функцию выполняют цитокины, факторы роста, белки гормоны. Они передают сигналы между органами, организмами, клетками, тканями. Помимо вышеперечисленных функций, белки регулируют уровень pH внутренней среды, выступают резервным источником энергии, обеспечивают развитие, размножение организма, формируют способность к мышлению. Теперь давайте разберем виды белка по происхождению. Сегодня различают следующие виды протеина. Яичный, сывороточный, растительный, мясной, рыбный. Рассмотрим описание каждого из них. Яичный Считается эталоном среди белков. Все остальные протеины оцениваются относительно него, поскольку он имеет наивысшую усваиваемость. Куриные яйца в сыром виде не рекомендуется принимать людям с нарушениями пищеварительного тракта. Белки молочной сыворотки Протеины данной категории обладают наивысшей скоростью расщепления среди цельных протеинов. После приема продуктов на основе молочной сыворотки в течение первого часа уровень петидов и аминокислот в крови резко увеличивается. Состав мышечной ткани человека по содержанию незаменимых аминокислот наиболее близок к составу сывороточных белков. Данная разновидность протеина снижает уровень холестерина, повышает количество глутатонина, имеет низкую стоимость относительно других видов аминокислот. Основным источником протеина выступает сладкая молочная сыворотка, получаемая в процессе производства сычужных сыров. Растительный белок Несмотря на то, что протеины в таких продуктах неполноценны, в сочетании друг с другом они формируют полноценный белок. Наилучшая комбинация – бобовые плюс зерновые. Основными поставщиками строительного материала растительного происхождения являются соевые продукты, которые борются с остеопорозом, насыщают организм витаминами Е, В, фосфором, железом, калием, цинком. При употреблении соевый белок снижает уровень холестерина, решает проблемы, связанные с увеличением простаты, уменьшает риск развития злокачественных новообразований в груди. Он показан людям, страдающим непереносимостью молочных продуктов. К недостаткам аминокислоты относится эстрогенная активность. За счет этого соединения не следует принимать мужчинам в больших дозах, поскольку может возникнуть нарушение репродуктивной функции – замедление пищеварения. Растительный белок также находится в овощах и фруктах, в капусте, гранатах, яблоках, моркови, злаковых и бобовых, рисе, люцерне, чечевице, семенах льна, овсе, пшенице, сои, ячмене. В напитках, пиве, бурбоне. Мясной белок. Количество протеина в нем достигает 85%, из которых 35% составляют незаменимые аминокислоты. Мясной белок характеризуется нулевым содержанием жира, имеет высокий уровень всасывания. Рыбный белок. Данный комплекс рекомендуется к употреблению обычному человеку, но использовать такой белок для покрытия суточной потребности спортсменам крайне нежелательно. Первичные механизмы старения связаны с изменениями в процессе синтеза белка. При старении уменьшается количество активных белков, а масса инертных белков наоборот нарастает. В результате у пожилых людей снижается интенсивность обновления белков. Это определяет уменьшение их потребности, в первую очередь мяса и мясных продуктов. Избыточное поступление белков отрицательно влияет на стареющий организм. Суточная норма белка для мужчин до 70 лет 80 грамм в сутки. Из них 48 животного происхождения и 32 грамма белков растительного происхождения. А в возрасте старше 70 лет это уже 75 грамм в сутки. Соответственно 45 грамм белков животного происхождения и 30 грамм растительного. Для женщин до 70 лет суточная норма белка 70 грамм. Из них 42 грамма животные белки, 28 грамм растительные. А для женщин старше 70 лет суточная норма 65 грамм. Из них 39 грамм животного происхождения и 26 грамм растительного. Мы очень кратко с вами познакомились с тем, что же такое белки. До свидания, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok